После начала боевых действий в Украине, в экспертных кругах Кыргызстана, как и у соседей по региону, заговорили об имперских амбициях России. Аналитики полагают, что страна не смогла избавиться от них после распада СССР. И поэтому Кремль не исключает возможности реализовать проект о возрождении Союза, если не в первоначальном его виде, то с расширением территорий. Сейчас Россия имеет мало общего с распавшимся СССР. Она отказалась от коммунистической идеологии и, по сути, придерживается неимперских позиций. Там прочно установлены капиталистические принципы экономики, а олигархические группы сосредоточили в своих руках рычаги власти. Параллельно с этим последние годы набирают обороты реваншистские настроения, лейтмотивом которых стала идея о том, что после развала Союза многие исконно русские земли несправедливо отошли соседям. В связи с этим возникли новые территориальные претензии к Украине, и часть ее территории была силовым образом аннексирована. То есть нынешняя война Украины с Россией идет за территорией, которую РФ в 1991 году официально признала украинскими, но теперь пересмотрела свою позицию. Для Кыргызстана пока нет больших рисков развязывания колониальной войны, однако мир быстро меняется и нужно быть готовым к любым вызовам. С такой точки зрения не согласна исследователь Эльмира Нагайбаева. Она пояснила, что речь идет прежде всего об обретении своей субъективности, достоинства, языка, культуры и независимости. Это и есть деколонизация. То есть возвращение к себе, поскольку никакое развитие без деколонизации невозможно. Это будут либо мимикрия под колонию и ассимиляция в разной степени, либо спокойное обретение себя со своей культурой, языком и прочими атрибутами. Уверена, что и демократизация немыслима без деколонизации. Прежде чем начать этот процесс, следует разобрать саму категорию постсоветское пространство. Есть мнение, что это не геополитическая, а скорее идеологическая опция, некий штамп, которым удобно объяснить что угодно. Современная история объясняет перекосы тоталитарной сущностью коммунистических режимов, который, с одной стороны, да, давал многое, но с другой жестко регулировал, что думать, что говорить и как жить. Этот аспект историки относят к одной из характеристик страны-колонии. Политолог Эмиль Джураев считает, что Москва не относится и никогда не относилась к государствам бывшего союза как к равным партнерам. Мы говорим о взаимоотношениях в комплексе, говорим об экономическом, культурном неравенстве, которое выражается у языковой политики, самобытности, идентичности, которые были подавлены за 70 лет пребывания в составе СССР и других республик. И сейчас продолжаются эти попытки. Это ли не печальное наследие колониальной политики? Мы не можем говорить о равенстве. Можно сделать неутешительный вывод. Имперский центр осознает себя цивилизацией только тогда, когда противопоставляет себя колонии. Нет колонии – нет цивилизации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова